ННЦ ХФТИ не просто идет в ногу со временем, он его опережает, он не просто соответствует стандартам, он их задает. Это кропотливая и очень сложная работа каждого сотрудника ННЦ ХФТИ и вашего руководства. Огромное вам спасибо за самоотверженный труп и за вашу работу. Областная администрация действительно с вами очень плотно сотрудничает последние годы и нам приятно это, потому что имидж Харьковской области, научной школы Харьковщины зависит от результативности вашего труда и мы в этом очень заинтересованы. А то, что от нас зависит и наша поддержка на региональном уровне будет с вами всегда и вы постоянно можете на нее рассчитывать. Уважаемые сотрудники, уважаемый коллектив, уважаемый Николай Федорович, что хочется пожелать каждому из вас и всем вам? Безусловно, ярких научных идей, новых профессиональных и научных свершений, надежного плеча коллег и удачи, потому что она всегда сопутствует многогранной личности. Главного инженера Колаюга, я дышу на комплексу, я дышу на фely. Безусловно, я дышу на комплексу, я дышу на федераль, я дышу на ферме, я дышу на федераль, я дышу на федераль. с знаменитой событией 90-летнего дня заснувания. Доследования, которые проводились в учебном центре в разных науковых направлениях, играли важную роль в создании новых науковых установ нашей Академии. У вас создана большая количество уникальных экспериментальных установок, которые отнесены до национального надбания Украины. Характерной особенностью центра всегда было поединение фундаментального подхода до развязания проблем с практичной спрямованностью работы. Бажаем славянному коллективу Национального наукового центра Харьковского физико-технического института доброго здоровья, успехов, творчей наснаги, благополучия и счастья. С повагою, президент Национальной Академии наук Украины, академик Борис Евгеньевич Патон, ваш покерный слуга и главный ученик секретарь Национальной Академии наук Украины, и академик Вячеслав Леонидович Богданов. Щиро витаем! Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт было сделано предложение Соединенным Штатам о создании в институте источника нейтронов, который управляется электронным ускорителем и работает в режиме под критической сборкой. Соединенные Штаты согласились на оказание помощи в создании такой установки, хотя бы по той причине, что в Штатах таких установок и в мире на сегодняшний день нет, и опыт нужно накапливать. Все это можно сделать, если иметь достаточное финансирование. Со стороны Штатов более 85 миллионов долларов было вложено в эту установку. Идея заключалась в том, чтобы на основе данной установки создать в Харькове Центр ядерной медицины. Смирием Саввановичем Батировым мы посетили Юрию Александровну и Светличную, обсуждали этот вопрос и получили полную поддержку этой идеи. ННЦ ХФТИ характеризуется многопрофильностью в своих исследованиях. Он состоит из пяти институтов, которые проводят исследования в области физики твердого тела, в области физики высоких энергий и ядерной физики, в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, в области плазменной электроники и новейших физических технологий. Я бы отметил вступление Украины в качестве полноправного члена в программу «Горизонт-2020» и в программу «Евроатом-Горизонт-2020». Сейчас 60% электроэнергии, которая производится в Украине, она производится атомными станциями. Это наиболее дешевый вид электроэнергии. Но вместе с тем ядерная энергетика нуждается в научном сопровождении. Это высокотехнологичная отрасль, которая в своей работе ориентируется на исследования ученых. Вот фактически ННЦ ХФТИ является основным институтом, который осуществляет ядерное сопровождение энергетики Украины. Продолжение следует...